здравствуйте господа как всегда по пятницам начинаем проводить наш вебинар который называется эзотерика по пятницам с андреем дуйко сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы слова посмотри подключен вот этот вот эта коробочка и так быстренько ставим плюсики чтобы я видел и начинаем сейчас я посмотрю началась трансляция все началась трансляция ура все супер и так сегодня отвечу на те вопросы которые вы задаете мне у нас трансляция идет только в youtube и для того чтобы данная трансляция была распространена я очень рекомендую поставить лайк и поделитесь а где либо в социальной сети и так сейчас я перехожу все подключено и так ольга олейник добрый вечер уважаемый андрей андреевич благодарю вас за помощь спасибо слушала и читала мантру манипхадов для поиска работы успешно используя совет ключ на поясе носить ключ на поясе носить это от проблем которые связаны с чем если пояс если ключ на поясе носится так чтобы он болтался сзади то тогда это по идее устраняет кровотечение если спереди то ухудшает кровотечение но я вас понял помогите советами мне 60 еще работаю санитаркой очень устаю сейчас оставлю работу чтобы отдохнуть найду ли я после более подходящую найдете можно ли оставлять да можно оставлять вам действительно нужно отдыхать и врачи настаивают на операцию по поводу недомогания при котором ключи помогает понял возможно ли мне обойтись без нее и лечиться с использованием эзотерических методов настроем медитации в том числе так ольга олейник у вас к сожалению то из-за чего появляется то о чем вы пишете имеет большой размер по моему мнению если ключи вам не помогли то желательнее всего провести данную операцию это будет для вас и безопасно и быстро и улучшит ваше общее самочувствие так как у вас происходит постоянно процесс процессы которые истощают ваш организм происходят аутоиммунные процессы ухудшается общий иммунитет и так далее поэтому я бы вам порекомендовал все же с этого начинать очень часто люди сталкиваются с определенными заболеваниями вот мое мнение по некоторым заболеваниям я сегодня хочу вам дать некоторые такие рекомендации по заболеваниям и вы сможете в дальнейшем выявить у себя по моему мнению ту причину или изменить тот то качество вашего характера который может привести вас к улучшению вашего самочувствия и так обидчивость приводит к онкологии также все это все эти знания они основаны на традиционной тибетской медицине на идеях тибетской медицины и так обидчивость приводит человека к онкологии также в тибетской медицине сказано что для человека очень важно не есть часто и говорится о том что в случае если человек в течение дня есть больше пяти шести раз десяти раз то это может приводить как ни странно к появлению злокачественных новообразований это очень часто появляется у людей которые очень часто перекусывают кстати есть такая информация но она эмпатическая как бы не связанная с исследованиями а связано с анализом тех близких людей которых я знал который в дальнейшем заболели данным заболеванием так вот большая половина этих людей которые начали болеть в итоге онкологическим заболеванием print имели предысторию в ходе которой им назначал гастроэнтеролог питаться через каждые четыре часа эти люди упорно с целью помочь своему желудочно-кишечному тракту начинали питаться очень часто тибетская медицина говорит о том что онкология появляется если человек очень часто принимает пищу и объясняет это с позиции того что животное принимает пищу один раз в день или один раз в два дня но не более двух раз в ней именно поэтому считается что тибетская медицина опять-таки не я считает что частые приемы пищи могут привести к появлению опухолевидных новообразований еще раз хочу сказать это мнение не мое и это идеи которые связаны с медициной прошлого разочарованность приводит гипертония ложь приводит к депрессии злость к самоотравлению бесконечное вспоминание о прошлом приводит к заболеванию сосудов зависть приводит к заболеваниям головы и сосудов головы самоторможение и гиперответственность приводит к диабету мечты их не реализация к забоеваниям заболеваниям поясницы нежелание самому принимать решения к заболеваниям почек нежелание сосредоточиться на конкретной цели к заболеванию половых органов. Человек, который блокирует свои желания, даже мимолетные, приводит к появлению заболеваний кожи, жадность приводит к ожирению и запорам, безысходность к артритам, одержимость к заболеваниям позвоночника, ложь приводит к заболеваниям легких и депрессиям, нежелание нести ответственность за свою жизнь и за жизнь тех людей, которые рядом проживают, приводит к заболеваниям позвоночника и заболеваниям позвоночника шейного отдела, нежелание признать очевидную правду к опухолям груди и щитовидной железы, нежелание любоваться собой как женщины к нарушению цикла, переживательность к заболеваниям суставов, страх перед едой к мигреням, страх не нравится людям к искривлению позвоночника, мысли о сексе или навязчивые мысли о сексе, несварению пищи, мысли о нехватке пищи и денег к заболеванию поджелудочной железы и щитовидной, мысли о любви к заболеваниям щитовидной железы, это когда мысли любит, не любит, нравлюсь, не нравлюсь, нежелание действовать и заниматься предпринимательством или какими-то действиями, которые могут изменить судьбу, приводят к геморрою, нежелание довести начатое до конца к заболеваниям половых органов, разочарование в надеждах к воспалению грудных желез у женщин и заболеваниям легких у мужчин, обреченность и неверие в то, что в жизни может быть хорошо и все может измениться, к заболеванию глаз, также глаза могут страдать от того, что человеку не подчиняются и его желания не хотят реализовывать, больные ногти, разочарованность в своих силах и амбициях, волосы выпадают, нежелание отдыхать, бесконечный трудуголизм, высокая кислотность желудка, желание всех обучать и заставлять подчиняться себе эгоизм, низкая кислотность, желание не нести ответственность, непонимание точного происходящего в жизни, мимолетность в поступках, бессонница, боязнь перед совершением действия, нежелание действовать, недостаточная реализация, самобичевание за то, что мало делает человек в своей жизни, трудоголизм, грызть ногти, самоедение, укрощение своих амбиций, получение радости от создания для себя и других людей страдания, то есть для себя получаешь радость, а когда видишь других людей, стараешься для них создать большое количество страданий, приводит к онкологии. Вот такие идеи, которые связаны с этим. Ну и продолжим. Все-таки по поводу вашего недомогания, возможно ли обойтись или пользоваться эзотерическими методами, я хочу вам все-таки дать совет не пользоваться эзотерическими методами, а пользоваться все же рекомендациями врачей, которые вам рекомендуют. Также хочу вам сказать, очень часто люди, они начинают с того, что где-то слышат какую-то информацию, начинают использовать данную информацию и думают, что излечить себя это очень простой способ или очень простой метод. Я вам хочу сказать, самый простой метод и в эзотерике существует некое понятие, опять-таки эзотерика, которая основана на тибетской идее или мистицизме тибетском или буддийском мистицизме, она говорит так, если в буддизме говорят о том, что при нарушении трех драгоценностей человеческой жизни и омрачения жизни у человека появляется заболевание, то есть определенное знание, я его называю кала-чакра-тантрой, то есть чакра времени, там говорится немножко иначе, там говорится о том, что в случае, если человек физически или в своем физическом теле испытывает бесконечно ощущение, которое приносит ему страдания, то есть это может быть страдание от приема пищи, страдание, как оно может возникать, там я сейчас поем и поправлюсь, я сейчас поем и эта еда, она сделает меня более толстой, потом человек себя накручит, я стану, в этот момент, когда человек начинает приближаться ко времени, когда человек должен принять пищу, у него начинает подниматься тревога, он начинает думать, что же ему делать, решение не приходит, это приводит к тому, что, согласно данному знанию, это приводит к тому, что происходит целый ряд нарушений, этот ряд нарушений он идет от головы, спускаясь в сторону желудочно-кишечного тракта, таким образом у желудка, сознание и душа, согласно этой идее, забирают энергию, у человека, который начинает переживать по поводу того, что он поправится, или у него будет избыточный вес, его не будут любить, это все приводит к тому, что появляется снижение кислотности, появляются запоры, в итоге появляется изофагиальный рефлюкс, заболевание гастрит, появляются запоры, так как человек после этого начинает страдать по поводу того, что он будет, как же, я все время испытываю голод, я вновь буду испытывать голод, я хочу кушать, но я не могу себе позволить, то есть вот такие процессы, они более такие психические, они могут влиять, согласно данного учения, на процессы, которые происходят в организме и так во всем. Ну, когда это все начинает происходить, то это все они называют условно, или в этой системе, которая занимается, или которая обучает лечить человека, это все условно называется процессом страдания, или клешами. Вот эти процессы страдания, они тоже описаны, их есть 14, которые делятся, в свою очередь, на расширение этих страданий, есть страдания, когда человек недополучает, когда человек переполучает, и страдания сознания и души. И вот в таких страданиях, в которых человек находится, условно для европейца это выглядит следующим образом. Если мы страдаем от чего-либо, то это страдание создает заболевание. И каким образом человек должен лечиться? Условно это выглядит так. Слово в противоположность страданию называется радостью. Как человек испытывает радость физическую? Он поел, испытывает физическую радость. Выделяется дофамин в сознании, в голове, в мозге вернее. От общения выделяется окситоцин, всем этим руководит нуклеус, кумбенс, это ядро прозрачной перегородки, выделяется, работают таким образом у него гормоны, происходят нейрогуморальные какие-либо функции, которые управляются корой и отделами мозга, гормонами мозга, гормонами нашего тела. Условно это выглядит так. Человек испытывает при определенном действии состояние удовольствия и удовлетворения, которое проявляется в виде синергированного физического паттерна. То есть человек начинает внутренне ощущать, что вот он поел и ему приятно. Если задать вопрос, где тебе в этот момент приятно, то человек говорит, в голове, в теле, у меня расслаблено тело. Или когда человек поспал, то он ощущает состояние приятное. Оно может у разных людей по-разному формироваться. У одного человека это расслабленность, у другого человека это спокойствие, которое выделяется в виде расслабленности. То есть каждое из этих состояний, сформированное в виде синаптического такого объекта, оно может давать человеку ощущение удовольствия и удовлетворения от того, что происходит. Так вот, если рассматривать любое заболевание, то любое заболевание есть накопленные элементы неудовлетворения. И что рекомендует данная система или система целительства? Она говорит вот о чем. В случае, если вы испытываете острую боль, которая находится у вас, допустим, в 12-перстной кишке, то вы должны сосредоточиться на максимальном месте испытывания этой боли. Второе, вспомнить тот момент, от чего вы испытывали самое наивысшее состояние радости и физического удовольствия и удовлетворения. И вот это состояние сублимировать или объединить между собой это состояние радости и удовольствия и перенести его максимально в точку, в которой вы испытываете состояние страдания или испытываете состояние боли. Многократ это необходимо делать с вдохом в том месте, где вы находите состояние радости. Его вы в калачакра-тантри можете находить в своих воспоминаниях, то есть из прошлого доставать, или в настоящем моменте, или вспоминать, как вам было хорошо. Это состояние может быть вызвано физическими компонентами, или духовными, или душевными, то есть там полюбили, любите и это переносите. Или вспомнили что-то приятное, а сублимировали и обвели, переносите в то место, в котором вы испытываете боль. Таким образом, найдя это в своей памяти и перенеся в настоящем моменте с выдохом, заполняя то место, где вы испытываете состояние боли или общее состояние страдания, вы фактически аннулируете воздействие данного заболевания, и это вылечивает наше тело согласно вот такой медицине. Какие минусы этого всего? Первое, человеку чрезвычайно сложно контролировать свои воспоминания, человеку контролировать свое тело сложно, человеку переносить что-то, вспоминать, объединять, обводить, подносить туда, и там появятся такие чувства. Вы будете подносить элемент вашего воспоминания или даже чувство радости в то место, которое у вас болит, и оно не будет заполняться, и вам в этом месте нужно будет внутренне иметь силу такую духовную или душевную, которая будет расслаблять это место. И это все создает вот такие процессы, когда само выполнение данной задачи или данной практики чрезвычайно сложно, так как это связано с внутренней концентрацией, с умением управлять своим сознанием, своим физическим телом, своими чувствами, и так далее, с внешними факторами, потому что это необходимо делать в чистоте, в хорошем расположении духа, это необходимо делать, когда ты добрый, это необходимо делать долго, что требует еще и концентрацию. И когда человек говорит, я хочу себя полечить, но это сложно делать, это сложно. Лечить себя это сложная задача. Лечить других легче даже, чем самого себя. Таким образом, когда человек говорит, или полечить себя эзотерически, но я всегда начинаю улыбаться и говорю, это самое сложное, что может произойти. Дело в том, что эзотерическое целительство, оно во многом уступает традиционной медицине. Объясню почему. Традиционная медицина это самый, вероятно, легкий метод, потому что человек приходит, ему дают волшебную таблетку, выпивая которую у человека, тут же исчезает боль, или выпивая которую улучшается иммунитет, и организм справляется с заболеванием, или помогает организму справиться с этой болезнью. Это простые методы, понимаете, они не глубинные, а связанные с эзотерикой, они сложные, потому что человеку приходится очень много внимания этому уделять. Ему необходимо сесть, сосредоточиться, переносить, концентрироваться и так далее. То есть это целая такая тяжелая или тяжелейшая медитация. Ну вот теперь вы понимаете, как это все устроено, как происходят самые простые принципы помощи другому человеку. Также человек прикладывает руки к другому человеку, испытывает состояние радости и доброты по отношению к этому человеку. И этим именно чувством он и лечит. Как сказано в тибетских пульсациях, там сказано, да и в рейке сказано, что в местах, где происходит передача или лечение человека от определенных заболеваний, необходимо в этот момент по отношению к данному заболеванию и по отношению к данному человеку испытывать ярко выраженное чувство, ну вот в рейке сказано любви, а в тибетских пульсациях доброты. Таким образом, ну если так разобраться, то это одна и та же история. Почему? Потому что доброта — это проявленная любовь. То есть доброта без действия, когда я думаю о человека и люблю, то это любовь в моем сознании, в моем теле. А когда я проявляю действия по отношению к этому человеку, хочу его покормить, или хочу о нем позаботиться, или хочу ему что-либо купить, это называется проявленная любовь. То есть можно ли сказать, что любовь проявляется, и любовь и доброта являются одним и тем же компонентом? Конечно, любовь в нашем понимании — это чувство, которое возникает в человеке, а доброта — это проявленное действие по отношению к другому человеку. Ну, наверное, ответил. Алина Фабристси. Здравствуйте. Стоит ли мне ехать в Германию к парню после того, как он уедет? Ну, так он, если еще не уехал, что ж вы об этом думаете? Что ж вы с одной головы в другую? И смогу ли я там легально прибыть, или нужно делать визу? Смотрите, вы так много всего нафантазировали, а он еще никуда не уехал. Хочу вам дать совет. В случае, если человек думает о чем-либо, то он думает так. Он уедет туда, это одна задача. Он там устроится. Другая задача. Я поеду к нему. Третья задача. У меня будут проблемы с документами. Четвертая. Чем я смогу там заниматься? Пятая. Смотрите, ситуация, которая должна произойти в будущем, она подразумевает только одно действие. Он должен поехать или не поехать. Но вы уже поставили туда, вот в эту ситуацию, пять своих идей, то есть пять идей того, что должно произойти, что вы хотели бы, чтобы произошло, вы уже поставили. Именно поэтому обычно ситуации, которые человек надумывает или придумывает, они не состоятся. Я вообще хочу вам сказать, если вы чего-то от жизни хотите, не фантазируйте, не домышляйте, не думайте об этом. Но тем не менее, ответ на вопрос такой. В случае, если вы поедете и будете там находиться, то обязательно нужно будет делать визу. Обязательно. Без визы туда не едьте, так как у вас могут быть неприятности. Еще не успел уехать, вы уже мечтаете о том, как вы поедете, еще и мне об этом спрашиваете. Ну, вы даете. Ну, вы даете. Ну, отлично. Ну, это же жизнь, знаете. Аленушка. Добрый вечер. Пожалуйста. Муж Дмитрий Моряк находится в Украине. Хочет выехать на работу за границу по зерновому коридору. Получится ли у него? Пока нет. Через месяц или полтора только. Сейчас нет. Поэтому нужно будет подождать. Но будет-будет работать все хорошо. Сергей Борисенко. Доброго вечера. Два роки застрях в несправедливых судовых тяжбах. Педкажите, какую мантру читать, еще работать, дуже вдячне. Необходимо выполнять следующий обряд. Ставите перед собой на расстоянии вытянутой руки свечу. Свеча должна быть восковой и желательно желтого цвета. Также я не рекомендую покупать в церкви свечи, так как очень часто для того, чтобы избежать возможности дополнительных трат. Часто свечи, которые находятся в церкви, их перетапливают. То есть, агарки, которые появляются, их сбрасывают в ведерко, потом переплавляют это все, добавляют в небольшом количестве новые воски, делают вот таким образом свечи. Такими свечами я не рекомендую пользоваться, так как это может привести к появлению таких мимолетных, ну и, как правило, чувственных неприятностей. Никогда не нужно покупать особенно большие и толстые свечи, особенно темного цвета, в церкви. Покупайте обычный свеч. Кстати, можно приобрести свечи, которые продаем мы у нас в моем магазине дуйко.маркет и приобрести их можно. Они у нас чистые, нам делают из чистого воска данной свечи. И так, что необходимо делать? Необходимо поставить на расстоянии вытянутой руки от себя свечу восковую, поджечь ее. После этого сесть на нее так, чтобы смотреть на свечу и на ее пламя. Не смотрите долго. Что необходимо делать? Необходимо найти чувство, которое возникает в тот момент, когда вы переживаете по поводу тех неприятностей, которые возникли. Это первое. Обведите эти чувства в себе. Мысленно представьте, будто вы достаете это из своего тела на вдохе и выдохе через голову или через грудь. Лучше через глаза или через голову. Второе. Представьте, будто такой шарик у вас подходит к пламени свечи. Это тоже на вдохе и выдохе. И третье. На вдохе и выдохе представьте, будто этот шарик как бумажка сжигается или сгорает у вас на пламени свечи. Данный принцип или данный механизм такой, Он действительно может убрать проблему. Если у вас есть номер судового исполнительного договора или вы несете ответственность за договор, или у вас что-то забирают, можно представлять так. У вас забирают, вы не хотите. Обвели это все, сожгли. Или у вас там эти люди вас преследуют. Обвели людей, сожгли и так далее. Любые неприятности, которые есть у человека, они поддаются устранению при помощи работы с такими механизмами или работой с восковой свечой. Если правильно быть, то очень хорошо восковая свеча работает еще в случае, если просто человек ее еще дополнительно заряжает. А вот как заряжать ее энергетически, вы можете это увидеть, просмотрев мою первую, даже бесплатную ступень эзотеристской школы Кайлас. Поэтому переходите, смотрите, вопросы возникать не будут. Что может дать человеку свеча, с которой он может работать? И вообще, что может давать человеку огонь? Первое. Когда человек смотрит на огонь, вот вы мне часто задаете вопросы. Андрей Андреевич, чем мне заниматься? Вам ответить на этот вопрос поможет обычная свеча. Зажигаете свечу и просто на нее смотрите. Вы знаете, что если у человека нет ответов на вопросы, в случае, если у человека нет идей, чем ему заниматься, ему поможет просто медитация на пламя огня, на пламя свечи. Смотрите на такую свечь или посмотрите на пламя свечи. Какие ответы можно получать? Или на пламя огня. Какие ответы на вопросы можно получать? Смотрите, в случае если свеча у вас круглая в виде шара, то тогда вы получите ответы на вопросы такого риторического вселенского масштаба, там будет, победит или еще что-то, что вам делать. Если это душевные вопросы, будет жить с вами, любит вас, не любит, то свеча должна быть треугольная. А вот в случае, если не знаете чем заниматься, нет никаких идей, не знаете как купить квартиру, то необходимо сделать свечу, которая будет в виде куба или квадрата такого. Все виды таких свечей продаются в моем магазине, вы можете перейти, приобрести и смотреть. Ну и первое, второе, третье можно реализовать, если просто смотреть на пламя свечи или просто в обычный костер. Чем может помочь целителю обычный костер? Я вспомню слова Гурджиева в свое время в книге «Разговор Вильзевула» со своим внуком, да, вы, наверное, читали. Он описал историю, когда он из Женевы ехал в Париж и разбился на автомобиле. Когда он разбился на автомобиле, он был в очень тяжелом состоянии и попросил своих учеников развести костер. Они его садили на такой тележке, подвозили его к костру, и он сидел и долго очень смотрел на костер, который перед ними горел. И со временем, когда начали, со временем, очень быстро, кстати, он написал в своей книге это следующим образом. Я чувствовал себя в этой коляске как большая мясная отбивная, которая точно как отбивная, но точно не как человек. И дальше он дает некую такую эзотерическую практику, которая в дальнейшем многократно была использована тем, кто следует идеям этого эзотерического направления. Об этом говорил и Успенский в свое время. Кто читал Успенского в журнале ТООСов и ТООСовских журналах это было, в публикации за 1990 год, в публикации книги, которая вышла в начале 90-х годах, которая называлась «Обучение в Женевской школе, эзотерической школе», где вот как раз говорилось о данной практике. Далее это были как раз те учебники или та информация, которую в свое время как раз и давал Гурджи своим ученикам, а это было переведено на русский язык, так как печаталось на французском языке и в дальнейшем опубликовано у нас в Советском Союзе на то время. И одни из первых учебников появились. Они появились первые в плохом качестве в начале 80-х, а в более хороших в 90-х. То есть это обучение ТОСовского общества и там разные были Женева или Мюнхен или Париж, то есть кто как хотел, так и печатал. Книги эти были очень популярны. Начало книг было это «Замыкание», «Чакры», потом «Ритуальная защита», после этого там было сказано о вот таких техниках, включая техники огня, а также пяти мантрах. Это мантра «Ом Шри Калина Махом», «Мани Падмахум» и так далее. «Ом Махум Ваджра Гуру Падмасит Яхум», то есть это все писалось вот в таком учебнике. Вернемся к теме. Так вот, рекомендовалось использовать вот такой механизм по лечению себя. Гурджиев говорил, что он делал. Он говорил, я представлял, будто я вхожу в этот костер, как живое существо, и сгораю в этом костре так, что остаются одни кости. Когда остаются одни кости, то он представлял, будто кости сделаны из металла и нагреваются, подобно тому, как будто они начинают, как металл, светиться в данном огне. После чего на вдохе он представлял, будто такие кости в виде скелета обратно входили в такого человека. Он делал при этом вдох и выдох, первый цикл заканчивался. Я могу сказать, что да, действительно, такой метод помогает человеку быть более здоровым и вылечивать заболевания, которые связаны с заболеванием опорно-двигательной системы. Почему-то механизм нашего авторегуляции в организме, он может каким-то образом быть экзотерически, то есть внутренне регулируемым для нас. И, вероятнее всего, наша психика имеет определенные ресурсы, которыми человек аутосорсингами, такими идеями или такими методами может каким-то образом регулировать огромные или глобальные процессы в своем организме. Так, допустим, Гурджиев сказал о методе, при помощи которого можно было восстанавливать вот такие заболевания, которые были связаны с переломами. Я могу рекомендовать, я считаю, что такие методы могут помочь человеку справиться с заболеваниями опорно-двигательной системы. В тибетской тантре сказано о том, что позвоночник является элементом золота, поэтому в случае, если мысленно в позвоночник заливать золото, образуя такой золотой столб, то вылечивается позвоночник. А вот, допустим, в той же тантре сказано о том, что человек — это некий прообраз двух элементов. Это прообраз элемента воды, который находится под человеком. Сам человек состоит из земли, и над человеком находится солнце. И там, значит, в этой тантре говорится о том, что человек с внешними любыми поражениями, которые есть у человека, может избавляться от ряда заболеваний, используя механизм, при котором он должен представлять, будто там кожа или кости, или сердце больное, или что-либо там рвется. И он это залепливает подобно тому, как будто использует человек гончар работу с глиной. То есть болит тазобедренный сустав, вот они рекомендовали приставить тазобедренный сустав, бросать на него темные цвета глины, желательно желтого или красного цвета, или белого, и залепливать. При заболевании легких, острых или горячих, залепливать вот так. Но это все механизмы целителей, которые используются. Их очень много. Их на сегодняшний день прямо невероятно огромное количество. Ну вот теперь и вы знаете их. Доброго вечера, два роки застряло в несправедливом... Вид повив. Подскажите, пожалуйста, как эзотерически выровнять осанку сыну, да и себе. Когда у человека, согласно тибетской медицине, происходит выгибание осанки, то это говорит о том, что человек что-то скрывает. И человек может при помощи определенных слов или мантры выровнять осанку. Ну такая первая мантра, которую я сейчас вспомнил, это мантра... Это мантра, которая вылечивает человека или дает ему возможности выровнять осанку. Также большой палец левой ноги и... Большой палец левой ноги и четыре пальца без большого правой ноги отвечают, особенно мизинец, отвечают за осанку. И с правой стороны мизинец отвечают за то, чтобы человек был... Не скрывал и не боялся, что его в чем-то обвинят и устраняют тайну. И вот в этой тибетской медицине говорится, что наша темечка или наш верх головы связан с большим пальцем левой ноги, а наш хвостик или последний отдел нашего позвоночника связан с мизинцем правой ноги. И они рекомендовали большой палец на левой ноге смазывать хной или любым темным красителем, но желательно красного цвета, и точно так же делать с большим, вернее, мизинчиком на правой ноге. Поэтому один из методов таких уникальных, очень простых и смешных заключается в том, чтобы просто смазать большой палец на левой ноге и мизинчик на правой ноге обычным раствором хны. Ну и ничего в этом страшного все равно никто не видит. Можете посмазывать, это, скорее всего, выровняет осанку. Также тибетская медицина говорит о том, что в случае, если у человека плохая осанка, человеку ни в коем случае нельзя лежать или спать на твердом, потому что там как раз они замечали, что люди, которые длительное время занимаются, уходят и медитируют в горах, в пещерах, еще где-либо, у этих людей со временем очень портится осанка. Они говорили, что для того, чтобы осанка не портилась, они рекомендовали таким людям и вообще рекомендовали ни в коем случае не спать на твердом. А вот у нас, особенно, публикации были в свое время в разных журналах, в периодической прессе, особенно в огоньках, там, в здоровье, там говорилось о Кирьянове, по-моему, который говорил о том, что необходимо спать непременно на твердом. Очень зря. Это действительно портит осанку. Люди, которые спят на перинах, у них больше шансов выровнять осанку, чем люди, которые спят на чрезвычайно твердых поверхностях. Такой у нас каламбурный получился сегодня вебинар. Ну что ж, бывает. Сейчас открываю вопросы ваши. Продолжение следует... Не появляется у меня почему-то сообщение. Почему-то не появляется. Ну что ж, будем тогда сообщение читать у вас здесь, в YouTube. Андрей Андреевич, как продать недвижимость? Существует код. Один из кодов звучит так. Завахим на вдохе и пта на выдохе. Завахим пта. Смотрите, в чем проблема, когда вы не можете что-либо продать. Не можете продать недвижимость, или не можете продать квартиру, или автомобиль, или что-либо еще. Это связано с тем, что тот человек... Обычно, вы же знаете, что если один человек продает, то у него есть желание продать. А другой человек, который покупает, у него есть желание приобрести. Так вот, в чем проблема. Когда человек продает, то он продает, потому что ему это не нужно. Вот, допустим, у меня есть то на черешне. Мне то на черешне не нужна. Поэтому я переизбыток этой черешни хочу продать. А тот человек, который покупает, у него нет никакой черешни. И именно поэтому он хочет эту черешню купить. Ну, это как бы само собой подразумевается. А теперь, какая ошибка совершается у людей? Смотрите, тот, кто хочет продать, условно, хочет продать что-то ненужное. А тот, кто хочет купить, хочет купить что-то нужное ему. Но дело в том, что это одна из самых важных ошибок. Когда человек живет в своей квартире, или когда человек продает свою машину, то он продает очень часто, потому что ему это надоело, и он уже к этому относится плохо. И вот смотрите, как выглядит. Когда я продаю черешню, то я ее люблю. Я ее продаю. Я ее люблю. Я бы ее хотел не продавать, но ее у меня много. А когда человек продает квартиру, то очень часто он ее не любит. Она ему надоела, и он продает ее как ненужное. А человек покупает и хочет купить как нужное. И получается, они сталкиваются. Один продает ненужное ему, и второй должен купить как ненужное ему. А так не получается. Найти человека, которому не нужна квартира, который выложит за нее много денег, сложно. Таким образом, что нужно делать? Нужно полюбить то, что вы продаете. Полюбить. Каким образом? Я часто даю эту практику. Прям очень часто. Подходите к автомобилю, который вы должны продать, и начинайте говорить. Ты такой хороший, такой красивый, и начинайте ему петь этому автомобилю дифирамбы, или петь своей квартиры дифирамбы, или петь своему товару. Прямо садитесь вот так рядом с ним и говорите, и колеса у тебя красивые, и руль такой хороший, и сверху ты черненький, и внутри ты беленький. Если вы там продаете квартиру, и подоконник красивый, и потолок хороший. И мне так было здесь хорошо. И я вот здесь купалась, мне было хорошо. Вот здесь я мылась, а вот здесь готовила кушать. Вот здесь мы сидели и радовались. И нам было тепло, и мы здесь просыпались и засыпали. И так всем было хорошо и тепло. И здесь обнимались, и дети приезжали. И такая родная, такая хорошая, я тебя так люблю. Ну, я уже буду, я тебя люблю, и уже собираюсь покупать другую квартиру. И вот эта энергия, она и есть созидательная. Потом, когда человек приходит, то он хочет купить. Он хочет купить как что-то нужное, а оно для вас нужным было. И эта история, она и есть той историей, которая продает. Я часто говорю эти слова. Мир устроен по принципу, не того, что мы хотим, с нами происходит. Мир устроен по принципу, с нами происходит то, что мы чувствуем, а не то, что мы хотим или то, что мы думаем. Вот так устроен этот мир. И все механизмы эзотерические, о которых я говорю в моем эзотерическом направлении, они как раз и связаны с тем, чтобы человеку дать понять, сами механизмы или как это все устроено. Вот недавно, буквально сегодня, выпустил это видео, и там в этом видео оно, по-моему, называется «Самый важный или самый главный механизм, закрывающий человеку материальное благополучие». Вы знаете, да, действительно так и есть. Один из самых главных механизмов заключается в том, что когда человек живет с другими людьми под одной крышей, то все эти люди энергетически являются одним существом. И это семь человек на одно «я». То есть, когда человек с другим человеком, даже если человек не хочет, то есть вы живете с одними и теми же людьми или с не одними и теми же, но живете под одной крышей, едите на одной кухне, общаетесь с этими людьми, вы все между собой, хотите или нет, когда дверь закрывается, объединены, и это называется эгрегором вашей семьи. Хоть вы разговариваете, хоть вы не разговариваете и все остальное, это все равно является эгрегором вашей семьи. Вы должны знать, что существует принцип, и этот принцип называется «Кому течет любовь, к тому текут и деньги». Кому течет любовь, к тому текут и деньги. И человек говорит «А что же мне такого сделать, чтобы по отношению ко мне любовь текла?» А ответ заключается в том, что те люди, с которыми вы живете, это люди фактически вы и есть, энергетически вы и ваша теча, которую вы ненавидите, или вы и ваша свекруха, которую вы ненавидите, или вы и ваша жена или ваш муж, который толстый, сопит, и вы его ненавидите, или ваши дети, которые вас бесят, вы с ними являетесь одним целым. Вы и они, живущие под одной крышей, являетесь одним существом, одним я. Так вот, самая простая практика, которая может быть, это жить и работать, и думать об этих людях, ощущая невероятное чувство любви по отношению к этим людям. Невероятное чувство любви по отношению к людям. И самое важное, делать для них что-либо. Вот смотрите, как вы блокируете. Вы бурчите за столом, ненавидите этих людей, делаете им претензии, постоянно какие-то замечания, постоянно грызете этих людей, начинаете со слов «а ты, а ты не так, а то не так, а я сказал, и так». Какая вам разница? Все о вас никто не знает. Поэтому, когда вам говорят «а ты», вы все равно должны знать, что вы ни при чем. Это мнение человека. Чего вы заморачиваетесь по этому поводу? Ну, сказал вам, что вы некрасивая, но он не умеет видеть красоту другую. Кому вы не нравитесь, у того нет вкуса. Но когда вы делаете претензии, когда вы делаете замечания, когда вы грызете, когда вы материте, когда вы ненавидите, когда вы пшикаете, вы в этот момент блокируете возможность материального благополучия. Да, вам нужно найти в себе силы духовные для того, чтобы это не делать. Знаете, как с этим оставить себе хоть одно перо? Как говорил в свое время попугай, который ему говорили, будем тебе перо вырывать в тот момент, когда ты матерись. Ну и когда смотришь на семьи, начинается это так. Человек живет сам. А вот, допустим, у меня нет семьи, я живу сам с собой. То, что происходит. Нет радости никакой, вы для себя ничего не делаете. А какая радость может быть, как можно для себя что-то делать? Это не медитация, это не техники. Для себя это можно погулять по скверу, купить себе мороженое, не вечно загонять, я не буду есть, я не буду спить, я буду сидеть бесконечно читать мантры, я там… Это ничего не принесет вам материальное благополучие. Материальное благополучие – это когда человеку с собой приятно, радостно. Когда человек радуется от того, что он отдохнул, когда человек днем лег поспать, проснулся и говорит, ну а, как я поспал, как мне приятно, поставьте тире, это принесет вам материальное благополучие. Пусть спят все, кто с вами живет в одной семье. Муж пришел с работы, лег и спит, не дергайте его, наоборот, укройте и погладьте. Скажите, ты мой котик, пусть он наконец-то испугается, будет думать, что вы хотите, чтобы он вам шубу купил. Тем не менее, не обращайте на это внимания, чем больше ласки, тем больше материального благополучия. А когда ты придурок пошел, ты та сама пошла, сколько можно от тебя воняет, ты тупая, сам тупой, ты меня замучил. Какие деньги? Как еще так вообще возможно, что они у вас появляются? Забудьте! Скажите, пожалуйста, как сделать красивый высокий голос? Нужно взять мячик и этот мячик поставить между колен и сжимать очень сильно этот мячик коленями. Смотрите, чтобы был голос низкий, нужно растягивать что-то, а чтобы высокий, нужно коленями что-то сжимать. Вот таким образом. Сергей Бабчук. Здрасте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, у меня еще будут переезды в жизни, да? Тарас Гончак. Доброго дня. Чи потрібно ро? Ро це що? Татьяна Беларусец. Добрый вечер, Андрей Андреевич. И всем учаська вебинар. Добрый. Да что ж, не открывается у меня... Не открывается у меня вот здесь. А, открылась. Ура. Мисс Тэ Кво Уман. Уже ему Андреевич, спасибо, пожалуйста. Она записалась на вебинар подключения к индийским богам. Расскажите о нем подробнее. Когда человек... Это не семинар. Это такое прямое подключение. И вот что оно дает. Часто человек, допустим, может, начитавшись или получив какую-либо литературу, начинать использовать эзотеристскую практику. Допустим, если вы окунетесь сейчас к пантуону индийских божеств, допустим, там, поедете в Индию, попадете в храм, какой-нибудь придумаем, Ганеши. Ганеши — это слон. Согласно Нараяне, согласно индийскому эпосу или эпосу индийского народа, существовали боги или боги. И это некие энергии, которые до сих пор управляют людьми. И там есть в этом эпосе истории индийского народа, в таких мифах. Кстати, Нараяна, она очень большая. В нее входят также еще и тхарвоведы, и веды, и вся остальная литература. И там есть некая история такая, в ходе которой появляется главный герой, которого зовут Шива. То есть это отшельник, который начинает заниматься медитациями. До этого его развитие происходило по принципу разрушения. То есть у бога Шивы, у бога Вишну было три проявления. У бога Индры было проявление. Это бог Кришна, бог Вишну и бог Шива. Шива, если Вишну все восстанавливал, а Кришна делал все красивым, то бог Шива, он делал все, разрушал. И вот такое существо проявилось в человеке, который решил в мире создать потенциал. И у такого человека появилась жена. Со временем ее звали Правати. И у них появилось двое детей. Это дочь Лакшми и дочь и сын Ганеша. Сын Ганеша это был прообраз слона, а дочь Лакшми это был прообраз девочки. Шива и его жена Правати бесконечно друг друга любили. Их любовь была святой. Она бесконечно проявлялась, поклонялась и служила своему мужу. Он в свою очередь делал все для того, чтобы она ощущала себя счастливым. И есть истории. Ну и вот в этом опасе, в этой истории говорится о том, что бог Ганеша это некий слон или божество в виде слона. Чем интересен слон? Слон очень трудолюбивое животное. Слон это животное, которое не может жить одиноко. Слоны любят своих детей. Слоны они имеют помимо ног еще и хобот, которым они работают. Слоны они способны выживать, несмотря на большой вес. Слоны очень трудолюбивые. Слоны всегда находят пичу и так далее. То есть у слонов очень много преимуществ. И считалось, что поклонению такому богу Ганеше может помочь человеку сделать бизнес и так далее. Ну и там, допустим, была мантра или там есть ряд мантр. Ну, как вспомню, допустим, он гамганапатайенамаха. Это мантра поклонению Ганеше. И вот человек начинает думать, я буду, он нашел мантру такую Ганапати. Или нарисовал даже символ Ганапати. И начинает такому символу поклоняться. И начинает произносить славу. Мгамганапатайенамаха. И даже представлять слона в сияющих таких одеждах, как, допустим, описано в какой-либо тантре индийской. Или там в какой-либо храм вы пришли и там видите слона Ганапати и так далее. Но здесь нужно узнать. И очень часто люди начинают поклоняться, а ничего не происходит. Я часто это вижу, когда люди читают мантру денег или начинают читать мантры защитные. Или начинают читать мантры или поклоняться каким-либо божествам индийского пантеона и так далее. Но ничего не происходит. Почему? Потому что человек обычно хочет, потому что это ему нужно. Ему нужно. То есть вам нужны деньги, вы поклоняетесь Ганеше. А тут вопрос такой, а ему это нужно? А ему это нужно? Кому? Ганеше. Но его же нет. Как это нет, если вы хотите, чтобы он вам дал? Но это же все психика, психология и вера. Нет. Это работа с эгрегорами, которым тысячи лет, десятки тысяч лет. Намоленными энергиями. И им, этим энергиям, они действительно могут что-либо сделать для человека. И здесь такой вопрос. А этим энергиям нужно, чтобы они давали вам? Ведь они же работают по принципу накопления энергии. И много людей читают эти мантры. Эти энергии накапливаются, они сдерживаются. И в ментальной проекции этого мира находятся в виде вот такой совершенно четкой, четкой энергии, которая, да, действительно, через ментальные намерения миллиона, миллиарда людей, которые уже умерли, но читали эту мантру, поклонялись и проводили пуджи, ягьи, и они сформировали это все. И там нужно просто открыть кран и получить. Но человек молится, он добавляет, но не получает. Почему не получает? Потому что той энергии нужно или она должна хотеть вам дать? Она должна хотеть вам дать. Она должна хотеть вам дать, если Ганеша, деньги, материальное благополучие, если Лакшми, там возможности предпринимательства, если Баладжи, то сумасшедшую энергию и здоровье, и везение, ну и так далее. Если это Тара, то Ума, если это Баджа Пати, допустим, то уничтожить врагов, устранить это все. Но это все виды энергии, которые должны хотеть вам это дать. И что я хочу сделать? Я знаю, что нужно сделать для того, чтобы эти энергии хотели вам давать. Если с вами мантры эти не работают, они без определенного такого подключения, как правило, и не работают, то можно эти мантры заставить работать, если провести такие обряды. Это обряды, которые называются прямое подключение. То есть эти энергии хотят давать. Поверьте мне, это не связано, я сейчас скажу, как это выглядит, ну это утрированно и очень, ну, условно. Вот то, что я скажу, утрированно и условно. То есть я условно это делать буду так. То есть я буду представлять, будто я нахожусь во дворце небесных драгоценностей. То есть я представляю, будто я сам растворился, меня нет. И нахожусь в зале огромном, в котором есть купол там определенный. И я призываю, говорю, пусть божество, допустим, Лакшми проявится. Представляю максимально божество Лакшми в виде всех атрибутов Лакшми. То есть определенные атрибуты должны быть. Чем ярче их вижу, тем лучше. У меня, кстати, с визуализацией очень хорошо, так как я занимаюсь живописью и разбираюсь в визуализациях длительное время этим занимаюсь. И уже научился это делать без тяжелых, наверное, и сложных таких концентраций. После этого я представляю такую Лакшми, произношу определенные слова. И представляю вас всех, кто будет участвовать в данном в данном этом вебинаре. И представляю, будто в левом глазу вы и у нее любовь. В правом глазу вы и у нее любовь к вам. В правом ухе вы, в левом ухе, в сердце Лакшми вы. И в груди, и в крови, и в теле, и на коже, и перед ней. И куда она не посмотрит, всюду вас видит. И вверх посмотрит вас, и налево, и вправо, и вниз всюду посмотрит. И будет видеть, и будет вспоминать вас. И после этого я поставлю программу, чтобы это длилось на протяжении многих лет. И так со всеми вот 22 божествами, которые есть в наличии вот такого, еще и специальными кодами. И это называется прямое подключение. Вы его получаете, и после этого начинаете читать данные мантры. Допустим, если вы хотите. Но я мантры дам в виде кодов. Это код, состоящий из двух слогов. Ми-га, допустим. То есть вы представляете или ставите изображение Ганеши. На вдохе произносите ми, на выдохе га. И увидите по-настоящему, как это будет работать. Но самое интересное будет вот, что... Когда вы поедете, допустим, в Индию, там, в Нью-Дели, и посетите храм, который посвящен Ганеши. Он обычно, по-моему, по четвергам и вторникам работает с 11 дня до 4 вечера. И можно приехать в такой храм и просто получить просады, или там подойти к тому человеку, который занимается ягьей. То есть он там возжигает что-то, у него Ганеши, он его моет, проводит ягью. И вы получите, допустим, этот человек поставит вам телаку, и вы возьмете от него просад и съедите его. И после этого выйдите из этого храма. И вот тогда, по-настоящему, вы увидите, что такое, когда начинается пруха с деньгами. Но я убеждаю любого человека, как бы вы ни стремились, и что бы вы ни делали, даже если вы будете столетиями читать эти мантры, у вас не получится получить такого прямого посвящения. Вот прямо убеждаю. Потому что настоящая магия начинается с того момента, когда человек, у которого есть возможности, по-другому они называют посвящение к этому, чтобы передать эти энергии, может помочь другому человеку. А потом начинается вот что. Люди говорят, да что же ему так везет? Да что же такое вообще у него так все хорошо получается? Знаете, у меня часто это, очень часто, я даже перестал общаться с людьми. Почему? Я делаю шаг вперед и сто вперед, а люди делают шаг вперед и сто назад. Почему? Я читаю мантру, она со мной работает. Почему? Я что-то знаю, потому что я занимаюсь эзотерикой. Ну вот так, я вас к этому. Такое посвящение, или такой тхарани мне в свое время передали тоже. И до момента, пока тот, кто передал, был жив, я не имел права это делать. На сегодняшний день этот человек уже не жив, и я имею право это делать, но не передавать. А когда мне будет возраст, допустим, 60-70-80, и я буду чувствовать, что пора заканчивать, то, скорее всего, я объясню, как я это делаю, и создам прямую передачу, и передам это следующим своим, наверное, ученикам, или детям, или еще кому-либо. Ну, продолжим. Скажите, я ответил на вопрос подключения к индийским богам. Какое здесь основное слово? Основное слово это подключение. У вас, наверное, сейчас стал вопрос, Андрей Андреевич, а скажите, где же перейти и как произвести прямое подключение к пантуону индийских божеств? Для этого вам необходимо сегодня или там в любой другой день перейти на мой сайт duiko.guru. Duiko это моя фамилия, а гуру, а кстати, вот здесь написано. Дуйко Гуру. И там в лендинге и в окошке вы сможете найти приглашение на участие в данном семинаре. Приходите, он будет тяжелый, будет длиться 2,5 или 3 часа. Ничего я там объяснять не буду, я буду делать вдохи-выдохи, произносить эти коды, вы их будете записывать, а я буду проводить вот такие инициации вашего подключения к пантеону индийских божеств. Очень сложная техника, фактически является таким вот обрядом. Перед этим я проведу обряд ягги, то есть призову этих божеств, зажгу костер. После этого попрошу, чтобы это все, получу определенные, буду делать это на протяжении нескольких дней, и получу от них особые предписания. Вот, для того, чтобы потом с вами сделать. Алина Фебрити, стоит ли мне ехать в Германию? Ответил. Ответил же, да, вроде бы как. Ну и давайте у нас заканчивается уже наш вебинар, прекрасный, по-моему, получился вебинар. И быстро ответы на вопрос. Добрый вечер, Андрей Андреевский спрашивает Миринбар. Стоит ли покупать ресторан мужу? В этом году не стоит, но в дальнейшем да. Дело в том, что сейчас он, скорее всего, не сможет это потянуть. Хотела поступить в магистратуру на психолога. Стоит? Конечно. Психологическое образование, великолепное образование. Алла Примак. У меня проблемы с хозяевами, где снимаю жилье. Как быть? Искать другое? Да. Марина Калашникова. Всем доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Что работаете при аномалии Кимберли? Кимберли, правильно. Че потребно работать операцию? Так. Потребно. Как вы хорошо выглядите сегодня? Помолодел, да? Я выполняю практики, связанные с эзотерикой, которые связаны с омоложением. А то, что это такое? Человек, занимающийся эзотерикой, который записал курсы, как похудеть с помощью эзотерики, как стать богатым с помощью эзотерики, как создать семью с помощью эзотерики, как сделать бизнес с помощью эзотерики, доктрина бизнеса, омоложение с помощью эзотерики и не будет выглядеть хорошо в 50 лет никогда. будем выглядеть хорошо ирина парфенки в последнее время очень снизились продажи моем магазине работа не приносит я на распутье работать дальше работать дальше стоит закрывать не стоит скажите как долго протягивать сам антре часто человек который начинает заниматься эзотерикой задается вопросом как долго или как мало дело в том что с чем связаны саманы вот эти особенно 3 саман 3 саман связан с увеличением энергетики воздействия или влияния один человек может так ненавидит что у того человека которого он ненавидит ноги руки и машина поломается и там жизни счастья не будет это один человек может излечить другого человека ему достаточно руки приложить а 3 там прошел все посвящение инициации в рейке ничего не получается это все связано как раз вот этими энергиями саман саманом необходимо заниматься минимально год а максимально с чего я начинаю я начал заниматься саманом приблизительно 23 года назад ежедневно я уделяю этому 10-15 минут как раз сама внутри то есть основные вот эти упражнения волна гром то есть вот эти вот упражнения которые есть сама не я их обязательно практикуют 23 года 23 года подряд и это и говорит о том конечно мне не сложно там забрать более других людей я знаю что с ними делать мне не сложно на расстоянии там помочь человеку мне не сложно почему это связано не только с приемом потому что очень часто люди работают над собой то есть читает мантры для себя работают еще чем-то у них появляется или увеличивается энергия а потом когда они начинают или стараются воздействовать на что-либо не получается почему потому что вот эти рычаги воздействия их нужно нарабатывать а это возможно только при помощи вот такой вот таких практик саман 3 снежана какой сфере я реализую все что связано с красотой поп лоб здравствуйте хочу поменять работу менять или остаться на этом менять татьяна бонд ставьте пожалуйста поддержки ставьте поддержки спасибо спасибо большое за знание пожалуйста артем галич счастья всем так приятно большое спасибо у моего папы и онкология вы давали прекрасную практику посвящать свое горе эмоции на пользу можете пожалуйста как лечить онкологию берете спичку и представляете будто вы зажигаете вместе где находится опухоль спичку когда спичка догорает прикасайтесь к этому месту и бросайте в воду также мысленно представляете будто как лечат онкологически больного человека садитесь представляете папу вот у него онкология там лево верхней части левого легкого вы представляете вот делаете вот такие движения представляете будто там зажигается спичка и гаснет вы ее выбрасывайте так или вот таким образом делайте так 108 раз или три раза по 108 раз а если много отделов то представляете будто дело в том что дело в том что нужно представлять тогда не спичку а факел сначала там в отделе легких потом в отделе где метастазы и так далее либо второй вариант человека представляете будто он весь а чем заканчивать практику когда так сделали 108 раз три раза в день кстати там есть мантра это мантра я на вдохе и хер на выдохе яхер яхер можно яхер на вдохе яхер на выдохе и вот так представлять будто спичка там зажигается и тухнет зажигается и тухнет вот так это называется работа через это называется метод работы с вселенской кислотой вот так до через или используя метод кислоты вот эта спичка это ментально кислота кислота нельзя представить будто это большой факел так сложно и так неэффективно а вот если спичка то хорошо работает можно ли посвящать как правильно посвящать слезы садитесь ставите руки вот так и говорите начинайте плакать и говорите пусть выздоровеет пусть все будет хорошо посвящая свои слезы его выздоровлению и так далее отмаливаете или ки джунины ки джунины джунины чиджунины чиджунины подскажите работал виртуальный арта подскажите скажите пожалуйста работал бы виртуальный арт алтарь созданный с музыкой и с картинами богов вся особенность она связана с тем что без участия чувственного участия человека сделать что-то невозможно я знаете много лет пытаюсь обойти эту идею но к сожалению ничего не происходит мне я вынужден даже использовать личную или персональную энергию даже для поддержания шумов вот люди шумы покупают у меня я каждый год ставлю программу для того чтобы это было эффективным почему но без чувств никуда получается если там нет чувства тогда ничего не происходит самая сильная энергия у человека это энергия его чувств и развивая такую энергию развивая эмпатию у себя развивает вот особенности управления сознанием чувствами душой развивая баджарный котел атман у человека возникает дальнейшем вот такие способности чем отличались самые великие мудрецы этого мира которые показывали невероятные невероятные потенциальные даже не фокусы проявления в своей жизни они были связаны с одним качеством которое было у них над выражена перед всеми остальными девраха баба шива этот сатья сай баба там иисус христос там пайлот дальше знаменитые знаменитые духовные наставники и так далее те которые имели очень ярко выраженные способности у них было одно качество они были невероятно потрясающе чрезвычайно мега фантастически добрыми людьми проявляя свою доброту вот таким образом делая это максимально сильно максимально при этом сам человек мог еле ходить быть больным ходить с палочкой но в нем горела вот это невероятная потрясающая талантливая огромная человеческая внутренняя доброта что такое доброта доброта есть любовь но дело в том что их доброта она была проявленная то есть они ее проявляли делали что-то для других людей они проявляли свою доброту в виде действия они просто говорили люблю и чувствовали чувствовать это не проявлять украины доброго вечера шановный андрей андрич витаю вас если можете скажите будь ласка какие силы стоять за мной свят лечить темни коли людина себе загоняя и каже соби что в мене там когда человек гавкает матюкает когда человек ругается когда человек всем пишет какие-то там комментарии комментарии поганые когда человек ненавидит я не знаю как это на украинской мове то тем не а когда человек хочет там хочет робить добро хочет чтобы дети были хорошие дружину свою поднимает когда утро подчиняется с того что у души и в сердце забота мама диты дружина люби ваши вообще как это все происходит у нас есть и в украинской украинские свадебные песни есть спиванка такая и там кажуть дола моя дола можем улом табы замылило чул и таком а будь шо ца замул это когда человек все время себя начинает загоняет я там плохой вот что-то произойдет да мне там все плохо эти а мне не любят меня любят сколько можно на лицо надо посмотреть свой если лицо перекривлено если лицо всех ненавидит если вместо лица видят уксус перец с кетчупом если вы всех не любите вас все раздражают если то тогда темные а если наоборот несмотря ни на что что буду делать если меня завтра будут расстреливать буду улыбаться на все 24 вставных зуба почему весь мир в труху но умру с улыбкой даже если больно что я делаю когда я просыпаюсь утром на меня смотрят близкие и что я могу дать если у меня ничего нет могу дать им свое чувство свою улыбку которая проявляется в виде моего чувства да я могу раздражаться не раздражаться но это не имеет значения это мое дело это их не касается а что я могу им дать я могу дать им улыбку заботу и мое трудолюбие по отношению к этим людям это и есть вариант служения светлого человека и светлых сил вид повел на будь так день добрый учитель ваша учениц нового скажи забочусь о маме 10 лет живу в германии 23 погой по получится ее перевести в калининград поближе ко мне нет не получится скажите я могу излечиться от своего заболевания связано с головой да но не в этом году даже что будет с белоруссию удастся освободиться от упырей удастся долго ли ждать год еще здравствуйте хочу поступить на программиста стоит ли да супер вам войти сфере хорошо работать просад сделала буду ли я счастливая если приму приглашение работать в варшаве до зарплата невысокая все нормально где встречу своего будущего мужа в интернете я смогу излечиться от своего заболевания связано с головой до елена барташевич вы работаете с белоруссией нет конечно на электронку приходят письма с вебинарами но вы же подписались мы письма отправляем вот как проверить мы можем с вами работать или нет оплату делать не можете не работаем я работаю со всем миром просто мир не хочет работать со мной почему потому что война с территории белоруссии выпустили сегодня ракеты которые по сбивались у нас среди белого дня на территории киева и это было сделано из российских там артиллерийских снарядов я не знаю с чего там запускают и там их там девять штук должны были попасть вот по киеву это было с территории белоруссии поэтому у нас естественно сейчас война который участвует в том числе и белоруссия или руководство белоруссии а что люди да мне все равно люди вообще мне вообще люди все равно дрин здесь как вы знаете ответы на все вопросы есть люди которые не могут запомнить а есть люди которые не могут забыть вот есть такая аномалия когда человек не может забыть это обо мне стоит ли мне сдавать квартиру на юге или стоит продать почему-то не получается сдать надолго стоит сдавать не продавать потом будете жалеть подскажите в деревне бабка мария напоила моего брата пивом с тех пор он пьет почти каждое пиво как вылечить найдите лечение алкоголика эзотерика и пройдите такой семинар или санга я лечение алкоголизма такое тоже есть и работайте как здорово что нашла вас как моего учителя учителя меня имеют право называть только ученики школы кайлас которые прошли первую ступень школы случае если вы не прошли а для вас не учитель как сделает так чтобы бизнес продавался чтоб квартира про здавалась и так далее возьмите такой предмет который называется шива аллингом шива аллингом возьмите этот предмет и запачкайте на улице в грязь после этого зайдите в помещение в котором который вы хотите сдать или продать машину или хотите чтобы бизнес у вас начал работать возьмите вот такой предмет который в грязи и походите по квартире или походите и скажите забираю всю грязь после этого вымойте его и смажьте медом и скажите теперь продастся теперь сдастся и так далее рядом с таким предметом зажгите ароматическую палочку пусть ароматическая палочка догорит такой предмет можно из квартиры забрать и поставить где-то дома это такой вот эффективный метод где приобрести шива линга или га или ганлинг это шива линга не обязательно со змеей может быть без меи и такой предмет можно приобрести у нас на моем сайте и дуйко гуру и дуйко . market поэтому пожалуйста можете использовать его в ходе своих потенциальных магических и эзотерических практик дальше андрей андреевич по поводу поста нужно ли поститься человеку что дает человеку пост и так далее пост действительно может помочь человеку случае если человек болеет то он может поститься случае если болеет кто-то вы можете тоже как необходимо поститься утром просыпаетесь и говорите я посвящаю свой пост своему выздоровлению или посвящая свой поезд выздоровлению того человека самое страшное это тот момент когда вы испытываете голод в этот момент произносите я посвящаю этот голод или отдаю этот голод и свои ощущения которые возникают как выплату тем элементам и существам и болезням которые заставляют страдать человека фамилия имя отчества или вас и мысленно посвящать этому очень хорошо в момент такого поста возжигать перед собой обычную обязательно пламя свечи ну и закончим это наверно идеями вот есть эзотерическая школа увей увей кравченко аркадий иванович который обучался в свое время у руководителей эзотерической школы который называется тайпанк это червоненко александр который в свою очередь обучался у юрия лонга который придумал некую традицию такую которую они назвали ассоциации целителей мюнхенского института нетрадиционной медицины на самом деле это все такая красивая была сборная компиляции из разных трудов которые можно было на то время получить свободном доступе так вот одной из идей которая находится там заключалась в том что человек который занимается эзотерикой должен наполнить другого человека белым светом я когда изучал эзотерику понял что белый свет это свет который создает наше сознание и в случае если человек белый свет вокруг себя создает то это хорошо потому что это обнуляет его обещания программы и желания так если человека наполнять или вокруг человека создавать цилиндр из белого цвета пьющего или опускать на него как аркадий иванович кравченко говорит белый свет то такой человек скорее всего справиться с алкоголизмом и так далее но не нужно себя заполнять белой энергией дело в том что белая энергия это энергия сознания они жизни а что такое энергия жизни энергия жизни энергия это когда электросварка это когда спичка и когда огонь, вот она энергия, энергия это когда электрический ток, а не белая энергия, золотая энергия, если человек хочет чем-либо себя наполнять, он должен наполнять золотом, почему, золото это энергия сжигания, когда что-либо горит, а наша жизнь связана с тем, что что-то горит, когда человек живет, то каждая клетка она сгорает, а новая появляется, и так мы живем, река жизни, она все это остужает, для того, чтобы мы быстро не сгорели, не напрасно в народе есть такие слова, выгорел, выгорел, сгорел и так далее, точно так же и с человеком, хотите как-то себя лечить, заполняйте себя золотом, заполняйте золотой энергией, таким образом клетки будут быстрее работать, хотите похудеть в животе котел с золотом, хотите, чтобы где-то было быстрее, представляете, будто там энергия появилась в виде золотого свечения, почему и откуда берутся данные знания, данные знания берутся из книг, данные знания берутся из тех обучающих материалов, которые я в свое время получал, есть такая мантра, этой мантре говорят 2000 или 4000 лет, она звучит так, Здесь очень важное слово, это слово савитур, что такое савитур, это сияние золота или сияние вот такого огня, там говорится буквально энергетически о том, что каждый человек в своем теле имеет свечение огня, как солнце, он светится, а мантра эта звучит так, Пусть свечение моего солнца, которое находится в моей груди, греет тех, кто находится рядом со мной, и пусть от этого свечения сгорят те враги, которые живут вокруг меня и хотят сделать мне что-либо плохое, Таким образом, вот такое савитур или вот такая энергия солнца, которая возникает у человека, она проявляется в виде ваших чувств, Есть у вас ваши чувства яркие, теплые, радостные, есть огонь яркий и сияющий, есть чувства кислые, неприятные, ненавидящие, раздражающие, то в вас появляется тьма, А где появляется тьма, то туда заливается в вашу глину, о которой я говорил, большое количество воды из реки жизни, и там появляется застойная вода, там же появляются всевозможные жабки, червячки, болезни и так далее, Именно поэтому я часто говорю, следите за своими чувствами, делайте так, чтобы эти чувства были радостными, применяйте мои эзотерические практики и занимайтесь саморазвитием, Я рад, что у нас сегодня состоялась встреча, на этом будем заканчивать сегодняшнюю трансляцию, всем желаю счастья, до свидания!